всем привет друзья сегодня мы с вами посмотрим ролик с канала виталий орехов которая называется если бы соцсети стали людьми я ставлю сразу же лайк без права битвы не ставлю лайк комментарии для продвижения а вас друзья мои попрошу проделать те же самые манипуляции только уже со мной напишите комментарий мне поставьте лайк мне а я буду начинать так если бы если бы соцсети были ой стали стали людьми ну посмотрим внимание данное видео создан для того что я честно говоря не сильно много соцсетей знаю чё там контакте инстаграм запишу на я не знаю проговорю на всякий случай facebook фотострата раньше была еще одноклассник какие-нибудь mail ru там был мой мир я больше не знаю как и те все-таки дешманские сейчас ну посмотрим чтобы тупо поржать и не пропагандирует ничего кроме юмора и стёба автор ролика ничего не употребляет ее просто больная фантазия так что расслабьтесь и получайте удовольствие привет это же ты мой зритель подожди что будет если сайты и приложения станут людьми давай представим слушай а можешь передать этой девушке подожди стой передумал даже можно сообщили справлять слушай а можешь передать этой девушке вот это тут такое дело человек решил в тебе свое небольшое изображение показать передумал поэтому сделаем вид что ничего не было сам факт что он пытался отправить она всем не менее знает привет я фотик новый купил покажи в телеграме там можно целый этот а ну да 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 там сейчас сейчас поговорим об этом в телеграме ты вообще в принципе переписку можешь удалить даже не не узнаешь что она есть это не очень хорошо потому что есть прецеденты когда люди там ну кидалы всякие так поступают инфо цыгане всякие твари блин те обещают всякого а потом раз с ним судить собираются что судиться можно остановить понятно дело разными инструментами но это долго а это кстати мне понравилось то что сейчас имеется ввиду что в ютубе любое все что возьми любой гайд на любую технику я вот сам монтировать ролики учился так я вот работу допустим в адасти записываю звук да вот я сейчас допустим смотрите вот данный момент записывал через это приложение звук у меня идет видите настройки все выставлены я все достройки не сам сам понял когда делать все в ютубе смотрел все вот все гайды смотрел в ютубе без ютуба я хрен за деп нашел бы и вот голос хотя вот сейчас я уже перестал так сильно заморачиваться но все равно голос немножко я научился через youtube обрабатывать да без него я хрен за что делал бы о это же замечательная камера для начинающих фотографов canon 550d широкий функционал удобное управление макросъемка портрет а также видеосъемка в формате full hd это вот кстати неправильно для начинающих отделок людей что-то допустим монтаж освоить лезут какие-то дебри сразу там начинают изучать это цветокоррекцию какие-то маски хераски были трекинг трекинг и всякие нет начни с азов начни с азов как кусочек видео вырезать и как вставить а потом уже когда появится вопрос допустим как вставить картинку или как сделать картинку как будто из-за дивана вырезала а потом уже начинаю изучать что это такое как вот ну тогда поймешь что такое маска и все остальное ну а это как я начинал на этом превьюшки не ваш короче пытался делать дисклеймер нет как называется интро интро пытался сделать я столько всего он узнавал потом все по итогу забыл дополнительный блок аккумуляторов существует для того чтобы увеличить время работы камеры ну что ж поздравляю тебя с покупкой пользуйся с удовольствием блин спасибо большое столько полезной информации что вы жалко что я ничего не усвоил тебя делал я камеру купил покажи как пользоваться а давай тебе лучше шамана спою вот-вот да да недавно с брукосом обсуждали ерунду заходишь на рутуб блин и все вот про вот лента целого как сказать так правильно на рутуб заходишь провод полоска целая и стоя стиле 2 хрена 2 новости блистаешь если стоишь один хер полос куда-то сериалы в чем не суки пихаете это зачем я не хочу не раздражает наших сервисов про пипец как я кстати шамана ладно будем будем здесь этой не наш не на нем не моего ума дело очень полезная информация что бы без нее делал что бы и делал если еще раз шаман не послушал бы даже не знаю я не пробовал честно не знаю даже не смотрел мне кажется забить какую-нибудь ерунду по любому шаман вылезли слава богу перестали это говно слать раньше задрали постоянно шлют такие картинки я им отвазил сколько хватит хватит это праздник какие-то вот лучше просто пиши от себя вот это то как сказать ценнее будет чем просто набор слов будет сидеть чем вот этой картинки которые вы друг от друга не глядя просто пересылаете есть даже прикол когда видео до сначала какое-то красивое ну там и будешь ты счастлива вновь и вновь малыш сейчас сложный период наших отношений все понимаю просто так 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 дай понять какое-то приложение что с приложением что случилось что с приложением не так каким-то ладно сейчас знаю я люблю тебя я хочу чтобы ты была со мной анфиса глубокий только что зарегистрировалась отправь ей сообщение вовремя какая анфиса я понял я понял который этот короче телеграм показа которые твои твои контакты когда когда вот эти вот буберы-боберы я понял кто-то искорка ну неприлично мы же играем а вот это тоже тема была такая типа надо то что что-то видел а поехали ну не то что вникал прям в них увидел что такой тренд или как назвать правильно не знаю вот это как дети балуется гоняй гоняй ребята ребята вайпер вайпер мне кажется вайпер лучше чем ватсап а не вайпер знает в свое время ну на а вот умора толерантный анекдот здравствуйте здравствуйте а можно мне пожалуйста американо а вам с молоком нет не афроамерикано 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 с молоком звучит глупо но это вот справедливость радио у меня жена вот она реально в таком стихе сидит ей нравится ахахаха сейчас уже перестала обидеть на меня раньше не постоянно старые старые гемы слала в которых я уже давно проржался всякие приколы и анекдоты просмеялся в них уже давно ахахаха она только жмет в них ты посмотри какой прикол нашла ахахаха это ё-моё ну так что это не хрена не шутка это очень даже такая жесткость прям вот хорошо вот было про вайбер не могу сказать я не знаю сейчас вообще существует вайбер ватсап ну хрена стоит честушку 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 опа опа францей олимпиада а у девки то елда света шоколад хахахаха хахахаха ну это кринж какой-то они вообще соевые Содевые Так это высвоевые У песни крыш поехала Искорка, успокойся, сейчас попьем Погнали его лучше в ТЦ-шку потусим Гламур, блонды Гламур и брюнетки Ну, кстати, да, торговый центр Я, опять же, я Может, просто не в возрасте Иногда торговый центр Правда, они, правда, смотрят ролики Некоторые, там, прям, малыш любит, там, потусоваться Ну, да, может, просто некто пойти Или, там, тепло, я не знаю, почему это, как Почему утро тянет Не могу сказать, не знаю, вот честно Но молодежь, да, действительно, вот, совсем, я имею в виду Таких вот зумеров, которые утянет Надоело слушать рекламу? Подключай, подключай На бесплатное прослушивание треков И наслаждайся любимой музыкой Кстати, реально, давно уже не слышал музыку в ВК Уже давно перестал слушать Там, оказывается, есть такая еще функция Я даже забыл про нее Кстати, я для себя открыл этот, как его YouTube Music Неплохое приложение совсем Самородок Самородок, не знаю, что такое Хочешь сиську покажу? 100 рублей Ну, ладно А жопу покажешь? Пятихатка Вот че так дорого? А ты халявщик, что ли? Нет, может, переводом? Только на зарубежную или криптой Ну, да, в России запретили Давай так Я сначала сиську посмотрю А по жопе потом решил Ладно, пошли Вот смотри, а это Ленечка маленький Спит без трусиков А вот это я на втором курсе кулинарного техникума Смотри А че ты такая прыщавая? Да будь ты проклято такое говорить Ой, да я вообще на твоем месте эти фотки никому не показывала Хочу и показываю А если показываешь, будь добра, принимай критику, поняла? Ой, да ты на тебя посмотри Смотри, свиното Я на тебя посмотрела, надо было перефотографировать Хотя бы заштукатурить лицо свое Господи, кто бы говорил Ты вообще позор нашего города Я тебе больше ни одной фотки не покажу Я к тебе больше никогда не приду, поняла? Ой, а я вот дверь закрою и заблокирую, чтобы больше никогда ко мне не пришла А я тебе все стены говном измажу, понятно? Ну, блин, да Здесь ничего не скажешь С ютубом, да Это очень хорошо сейчас подкололи Я не знаю, что будет дальше Но я догадываюсь, что будет Но с ютубом просмотры Ну, у меня что-то на меня не смотрите Если я сейчас пойду в какую-нибудь Российскую соцсеть У меня там вообще будет вот Не знаю, что сейчас покажут Так будет, скорее всего, у меня У меня так на ютубе Парус очень, дай бог, не нравится Ты найдешь потерянный рай Ну, блин, все-таки мои посмотрели на ютубе Это вы знаете, у меня... Я опять же говорю, я для себя как-то вот такую стратегию выработал Пока что еще меня не выловил никто Слава богу Не знаю Не важно Короче Если мне звонят из мошенники Вот реальные мошенники Или если мне звонит официальный банк В любом случае Меня хотят обмануть Я себе вот мысль отречащего в голове держу Меня хотят обмануть Ну, один раз я, конечно, могу поиздеваться Когда настроение хорошее Могу поприкалываться Один раз на WhatsApp позвонили мне А там такая, эта, иконка ВТБ У меня еще та карточка ВТБ, кстати, была Здравствуйте, так и так Вот вы, там, вам звонят ВТБ Я так раз смотрю ВТБ А что это вы не на, 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 на WhatsApp звоните А она такая Ну, вот согласно Не такой он, как там Согласно договору оказания услуг Мы можем оповещать клиентов Любом, любым Доступным способом Согласно И через звонок мессенджер Туда сюда Я говорю Где это прописано? В каком-то подпункте Скажите, пожалуйста Я сейчас громкую связь включу И сам загуглю Где же это? И сразу сбросили Имейте в виду Всегда спрашивайте Имейте право Вам обязаны все это объяснять Если что-то не говорят Они обязаны объяснять И ссылаться на что-то Какие-то моменты Спасибо Ваши деньги теперь вообще кел В смысле В общем кел В полной безопасности Да До свидания Как хорошо обслуживать пенсионеров Что бы я без них делал Дай бог им здоровья Ну тут прикол И с одной стороны смешно, блин И жестко С другой стороны Я просто занимаюсь Занимаемся Иногда Поглядываю еще Дум-скроллингом Занимался И чуть с ума не сошел Это че Чуть с ума не сошел Ну это было Это было связано С одним проектом Я занимался Дум-скроллингом И от че Чуть с ума не сошел Это вот хорошо Я закончил Хорошо Вот второй канал Меня спас Вот Пандыч Спас меня Правда Этот канал И действительно спас меня Смысл в чем? Там читаешь Ну раз новости Пенсионерка перевела Там Пять миллионов Шесть лям Где вы Блин Такие деньги берете Про семьсот Восемьсот тысяч Я уж перестал Удивляться Перевели вошенникам Блин Где такие дешечные Берете Блин мое Пенсионеры Не ну там Понятное дело Может машину продали Квартиру скорее всего продали Что там Не моего ума дела Короче Ну сука так Короче смешно В какой-то степени Что И грустно тоже Я ссать хочу И опять же Опять же Я рассказывал Кажется Когда я Предложил товарищей Подработать Давно уже было Очень давно было Подработать Знаете такие Там не выборы были А хрен Это как-то было Ну короче Газетки там Будут просовать А там какие-то Не агитационные А такие Газеты Были все Все говно Там все Все козлы Все твари И вся такая Газета интересная была И А время Часов было Ну не сильно Темно Поздно Было просто темно Часов 6-7 Было вечера Нужно было просто Позвонить Сказать Здравствуйте Мы нам газетки Принесли По почтовым ящикам Расставать Она была И все Хрен попадешь В подъезд Казалось бы Я реально Газеты принес Невозможно было Засунуть Там такие Такие проблемы были Чтобы вставить Газетки А тут Берут развод Как вас разводят Тут приходишь Говоришь Я реально Газеты принес Вы мошенники Сейчас полицию вызову Я не помню Вызывали нас полицию По-моему не вызывали Но угрожали Даже выходили Проверяли Кто вы такой Смотрели Документы смотрели Ну просто смотрели Да вот газеты Рассмотрите Вот видите Много газет Я хожу Просто рассовываю здесь Они такие Ооо Дайте одну газету И уходили А тут Разводят их Я просто поражаюсь Где вы их находите Как людей И вообще Сколько вы меня здесь Держать будете Это беспредел Какой-то Вась Закрой собака Начальник Дай я позвоню У меня есть Право На один звонок Съедини 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 Понятно Заблокировали А это что такое Не рыпайся Какие люди Я не удивлен Хотя ты долго держался Молодец Так это кто такой Блин А Это инстаграм Е-мое Запрещенный Инстаграм Я так понял Да-да Ну Да ладно Не ссы И прорвемся Наконец-то Здарова Здарова Чё как ты Отлично Слушай Опубликуешь для меня Да, записано на готовке. Чё по цене? Да всё так же. Отлично. Ладно, давай. А, погоди, погоди. Я тебя кое с кем познакомлю. Да ладно! Да ладно! Знакомые лица. В представлении не нуждаются. Ты если чё, обращайся. Хорошим людям всегда поможем. Спасибо, конечно, но я надеюсь, что не понадобится. Я думаю, что я здесь ненадолго. Спешно, конечно. Даже, честно говоря, смеяться не хочется. Как-то больше обидно, чем смешно на самом деле. Моё присутствие здесь... Даже, правда, задевает мне вот эти издевательства. Честно, задевает даже. Это чистое недоразумение. Я надеюсь, они там разберутся и всё наладится. Правда ведь? Нет. О, хороший трек. А кто исполняет? Ну, это эти, как их? Блин. Слышь, подскажи, а? Вы ещё... А, шазам. Вы не знаете эту песню? Это же вторики, а нас хотя бы кормят. Точно, блин. Батя Фонг, кузовщина, внутрянка. Ну, это не соцсеть, ладно. Тут как по-другому надо называть. Если бы сервисы какие-нибудь в интернет были бы людьми, ну, это не соцсети. Шазам, это не соцсеть. Давайте будем справедливы, да? Шазам, Ютуб, это... Это видеохозник. Шазам, это программа. Но смысл-то я уловил всё равно. А в Адберс, тут азон будут? Агата Кристи, я на тебя как на войне. Точно, сижу с вами, блин, я, блин, сугрейдяу. Хотя бы я первый сказал бы, я не насмел. Да, крутой трек. О, давайте я его на гитаре сыграю. Супер, а я спою, давай. Сейчас скажут, какой-то вред. Скоро бы вспомнить для начала, конечно. Погнали. Я на тебе, как на войне, а на войне, как на тебе. Я устал, окончен бой, беру портфейк за мой. Я не понимаю, что это за трак. Чё за поток бреда? Чё, гонишь, что ли? Мы только что её слушали. Ты прикалываешься? Нет, вот этот чувак, он, конечно, хорошо поёт. Что это за трак? Ты чё, гонишь? Вот этот вот хорошо поёт, но это... У него какая-то своеобразная сера манера петь. Вот эта песня... Короче, другие немножко песни надо петь ему, скажу так. Голос хороший, но эта песня прям идёт не так. Не так поётся, нет. Мы только что её слушали. Ты прикалываешься? Я должен платить фотографию. Ну что, напрыгались, голубчики? Вот и сидите теперь. Ну это же несправедливо. Вы же тоже меня смотрите, отпустите. Через VPN смотрится. Скажите хоть статья какая, а? Да ладно, вы не расстраивайтесь. Нам всяко лучше, чем вон. Тому. Телеграм-нибудь. Или рутуб какой-нибудь. Спасибо за работу. Полезное дело делаем. О-о-о! Вот это вот, сука. Опять же, вот и смешно, и даже обидно. Вот это просто хорошо показано, как они залрацываются, Ютуб закрытся. У самих нихера не работает, за то он залрацывается. Вот вы, посмотрите! Ютуб заметил. Ха-ха-ха! Сами что-нибудь... Я сейчас больше ничего не наговорю, блин! Сейчас они там надолго? Надолго. Наконец-то заживем! Сука, блядь. Вот вам теперь они просмотры, и теперь твои просмотры будут мои. Да, Дед Пи уже показал, какие у вас-то просмотры. Мы видели, какие у вас просмотры. Да, спасибо большое. Это что, получается, мы теперь только их смотреть будем? Ой, блядь. А может, Ютуб отпустим? Слушай, она... Какая-то идиотская мысль. Надо подумать. Тиндер, да. Замырковал? Что, справа? Нет, ну, на правом. В смысле, то, что я свайпаю, лево-право-те. Не пользовался, но знаю, как это работает. Так, там должны оба друг друга... Ну, как сказать... Свайпать этот слой. Развободите папу! Это Телеграм. Телеграм! Он же ни в чем не виноват. За что его так? Вы подумайте, когда... Обо мне! А этот как сюда попал? Я, кстати, тоже чуть не понял. Что-то еще ни с того ни с сего его забанили. А, так он сам сюда пришел. И выходить не хочет. Сам пришел? А что, дурачок? А, он же сам ушел. Да, он же сам. По-моему. Что-то такое, да я... Ну, как видишь. О, видишь, разминается. Сейчас мужики придут. Снимать его будут. Снимать его будут. Как-то неоднозначно прозвучало. А какие еще соцсети и приложения не я, мы забыли упомянуть. Ну, Рустор, там, Вальберис, Азон. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что вам понравилось или не понравилось в этом ролике. А также ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока это возможно. Вот, откровенно говоря, мне не понравилось про издевательство над блокировкой Ютуба. Прямо обидно было. Вот, отвечаю, обидно было. Сейчас напишу прям. Про блокировки Ютуба прям обидно было. Про вот Ютуб реально обидно было. Потому что, возможно, через некоторое время это будет уже невозможно. В России, во всяком случае, потому что ни для кого не секрет, Ютуб замедляют, закрывают, блокируют. Как ни назови, вероятно, что в ближайшее время мы пользоваться Ютубом не сможем. И это очень грустно, потому что моему каналу 26 октября будет 10 лет. 10 лет мы с вами... А моему 15 ноября 3 лет будет. Вместе вас почти 3 миллиона, буквально несколько десятков тысяч там не хватает. Сколько мы... Лет мы с вами вместе. Грустно, потому что моему каналу 26 октября будет 10 лет. 10 лет мы с вами вместе, вас почти 3 миллиона, буквально несколько десятков тысяч там не хватает до 3 миллионов. И, наверное, уже в России я эти 3 миллиона не наберу. Благо, у меня еще есть зарубежные зрители где-то 20-25%. В любом случае, даже если в России на глушняк закроют YouTube, я буду стараться как-то делать контент для моих зарубежных зрителей. И если даже с VPN YouTube работать не будет, ну, будем как-то переходить на другие площадки. Другой вопрос, на каких условиях, потому что нужно понимать, что производство контента это дело довольно затратное. Да, да, не переспорит, это денег стоит. Это упирается не только в меня одного. Зачастую над этим работает большая команда. Многих блогеров, кстати, забирают на другие площадки, на контракты. В принципе, за неимением другого какого-то варианта развития, почему бы и нет, я тоже буду ждать достойного предложения от других площадок. А своих коллег-ютуберов я призываю не опускать цены на рекламные места, потому что мы с вами не для этого годами создавали контент, трудились, чтобы в один прекрасный момент нас просто оставили без штанов. Полностью с ним согласен. Полностью с ним согласен. Это я, ладно, это я сижу, вот я реакцию делаю. Мне особо ничего не нужно делать. Это вот ему нужно заморочиться, свет выставить, написать сценарий, все сделать. Это большой труд, на самом деле. Это кажется, взял я сейчас, сейчас возьму, понаснимаю для вас то всякого. А у него, во-первых, я вижу качество. Во-первых, монтажер, работа монтажера, оператор работы. Все очень красиво, прекрасно. Та же цветокоррекция, как выставлен кадр, все прям четко, все по правилу третей. Все тут вообще вопросов нет. Свет, смотрите, микрофон, даже не видно микрофона, хотя вот на пятичка. Звук не шипит, не пердит. По поводу вообще всей ситуации с Ютубом, ну что я могу сказать? Если коротко и в общем, я это не поддерживаю. Это тупое говно, тупого говна. Более подробно все свои мысли по этому поводу я изложил на Бусте, переходите. А так, есть еще несколько роликов, которые выйдут на Ютубе в любом случае, я надеюсь, в России их тоже успеют посмотреть. Кстати, я забыл сказать, я нашел средства для того, чтобы снять еще серию «Гаража». Мы, короче, договорились с рекламодателями, что они возьмут три серии, гарантированно должно было выйти, но теперь, исходя из того, что непонятно, что будет с Ютубом, я не знаю. Ну, одну серию мы точно должны выпустить и выпустим. Ну и надеемся, что может быть как-нибудь что-нибудь они там порешают и все-таки Ютуб будет работать здесь и можно будет спокойно развиваться. А для подписчиков, которые смотрят меня не из России, вообще ничего не произошло, все нормально, ждите, новые ролики будут обязательно, даже если мне придется уехать для этого в Казахстан и публиковать оттуда вы с флешки. Счастливо, в общем, еще увидимся. может с этого какие есть путь обхода. Ну ладно, блин, ладно, и весело, конечно, и печально в то же время, в то же время и печально. Самому надо сделать, но я хочу себе отдельную сим-карту взять для телеграма, ладно, это отдельная история, телеграмм сделает канал, в ВК сделает группу тоже. Ой, блин, друзья мои, что-то прям даже как-то и печально стало на душе, даже как-то печально. Пока. Делай как по кайфу, родной, только в рамках дозволенного. Пока.